Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Барнавольская девочка ошпарила ногу в луже с кипятком. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. История получила продолжение. Придется ли съезжать старикам из частного пансионата в советском районе? Живой подарок? Стоит ли класть под елку настоящую свинку? Девочка ошпарила ногу в луже с кипятком, которая образовалась после коммунальной аварии. Решается вопрос о проведении операции ребенку. По данному факту, Краевой следственный комитет начал проверку. Инцидент произошел в Барнауле в районе поселка Восточный. Из-за порыва теплотрассы образовалась лужа с горячей водой. Тридцалетний ребенок, сообщают в соцсети, решил сфотографироваться с облаком пара, но провалился в кипяток. В настоящее время ребенок с термическим ожогом ноги доставлен в медицинское учреждение, где и оказывается медицинская помощь. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Состояние девочки врачи оценивают как стабильно тяжелая площадь термического поражения 20% поверхности тела. Больше всего пострадала ступня левой ноги. Не исключено, что ребенку понадобится операция. По поручению главы Барнаула Сергея Дугина, шефство над девочкой взяли социальные службы города. Они должны оказать помощь семье ребенку в его лечении и реабилитации. Извинения пострадавшей стороне принесла и сибирская генерирующая компания. Она проводит служебное расследование, по итогам которого примут решение о дисциплинарной ответственности. Добавим повреждения на теплотрассе, ликвидировано, восстановительные работы завершены. Стариков на мороз не выставят. Постояльцев частного пансионата для престарелых в советском районе, которых по решению суда просит съехать Бийская епархия, обещает поддержать Краевой Минтруд соцзащиты. Но лишь в плане переезда в другое учреждение. В случае будет принятие решения в расселении граждан, проживающих в доме-интернате частном, то есть расселить их в ближайшем доме-интернате, входящем в систему социального обслуживания Бийский дом-интернат. По словам Натальи Сологубовой, директора пансионата, до принудительного поселения осталось всего пять штрафных дней. Напомним, на таком решении настаивает прокуратура района, а также Бийская епархия, ссылаясь на то, что здание на самом деле аварийное. Правда, у директора учреждения на руках своя независимая экспертиза, которая признает дом пригодным для жилья. Именно поэтому из стен пансионата старики выезжать не хотят. К тому же, подчеркнула в телефонном разговоре Наталья, для переезда в государственный пансионат необходимо пройти медицинскую комиссию, а этим никто не занимался. В свою очередь, отец Алексий, который, собственно, и предоставил здание при церкви под пансионат, также надеется, что уезжать никуда не придется. По его мнению, история вокруг здания завертелась из-за личного отношения бископа-епископа Серпиона. Ну а между тем, на стороне пансионата уже и сотрудники Алтайской митрополии. Вопрос был окончательно поставлен на точку, что дом остается при старелах, и его мы сохраняем, развиваем и приумножаем. И митрополит это свое основание заявлений сделал, как раз опираясь на то, что экспертиза-то фуковая, которую Серпиона предоставил, а есть нормальная экспертиза, есть объективная. В ближайшие годы в Барнауле намерены сократить очередь в ясельные группы сразу на полторы тысячи человек. В городе запланировали появление сразу девяти дошкольных учреждений. Один детский сад уже строится в квартале 2023. Подробности у Анастасии Дороган. Огромный котлован заполняет фундаментом. Первый и важный этап строительства будущего детского сада подходит к концу. Работы, которые начались осенью, завершатся примерно через год. Я думаю, к Новому году мы второй этаж поднимем. Здесь после Нового года, в феврале, уже полностью кирпичная окладка будет закончена. Современный детский сад будет состоять из пяти блоков. В зависимости от возрастных групп малышей. Планируется также зона медицины, приема пищи и даже мульта изо студии. Но жители новостроек этот садик привлечет другим. Количество мест для детей постарше и малышей. Здесь, как и в других запланированных, начнут уменьшать очередь в ясли. Мы строим, уже сказали, пять детских садов. В итоге мы получим 1495 мест. Из них 640 – это ясельные группы. В следующем году мы наметили опять эту оптимизацию. В наших уже существующих дошкольных учреждениях мы еще достигнем порядка 240 мест. К 2020 году детские сады должны появиться в четырех кварталах и в пригородном поселке Власиха. Там появление дополнительных учреждений для детей ждут уже много лет. Затем на очереди новая партия детсадов с упором на новые районы. Мы начали заниматься изыскательскими работами. И на следующий год запроектируем еще четыре детских сада в городе Барнауле. Это квартал 2009, 2010, 2033 и на улице Фурманово. По словам главы Барнаула, сейчас очередь в ясли в городе составляет почти 5000 человек. С обводом первых детских садов она должна сократиться почти на 1500. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. Наши новости. Растут как на дрожжах. Это о нелегальных микрозаймовых организациях, число которых год от года увеличивается. В Алтайском крае так называемых черных кредиторов, то есть незарегистрированных в официальном реестре, более 60%. Накануне общественники края в рамках социальной акции «Кредитный субботник» пытались отловить нелегалов. Сколько бизнесменов удалось вывести из тени, знает Валентина Аскерова. Займы под материнский капитал, выдача кредитов, суды под залог недвижимости. Подобных объявлений в СМИ масса. Но далеко не всем можно доверять, уверяют специалисты. Многие конторы просто разводят людей на деньги, причем даже не отрабатывая. Больше всего под сомнение попадают фирмы, где не указан ни адрес, ни реквизиты. А лишь контактные номеры заманчивают предложения о скидках. Именно их и обзванивали волонтеры. У вас можно получить займы под материнский капитал? Мы оформляем целевой займ на приобретение недвижимости или на строительство под материнский капитал. Да. И потребительские не даймут. Сколько стоит ваша, так скажем, процедура? То есть какой-то вы процент берете? Получение займов под материнский капитал составляет 35 тысяч. Кстати, для сведения. Обналичить материнский капитал на приобретение жилья можно и бесплатно. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр. Но большинство граждан финансово неграмотны. И готовы бросать внушительные суммы на ветер. Если человек потеряет 35 тысяч, это еще полбеды, говорят общественники. В крае орудуют такие мошенники, которые вообще могут оставить без материнского капитала. К нам даже обращалась одна женщина, которая обратилась вроде бы к риэлтору за помощью в получении наличности под залог материнского капитала. Но риэлтор оказалась нечистая на руку и там уже каким-то образом даже обманула ее и отдала ей только 1150 из 450, которые обещала. Всего в рамках акции волонтеры просмотрели больше 400 газет и журналов за последние два месяца. У 16 контор признаки нелегального бизнеса налицо. Судить, насколько законную деятельность осуществляют эти фирмы, задача уже полиции. Волонтеры передали правоохранителям все записи телефонных разговоров. Валентина Аскирова, Николай Шелко. Наши новости. Барнаул обязательно станет IT-меккой Сибири. Правда, для этого необходима еще несколько лет и активная помощь властей. К таким выводам пришли барнаульские разработчики интернет-сайтов, мобильных приложений и других информационных продуктов, когда подводили итоги двухлетней работы Ассоциации поддержки инноваций. Более 3000 человек за это время приняли участие почти в сотне мероприятий. Это учебные экспресс-курсы, лекции, бизнес-завтраки, а также стартап-марафоны, где молодые специалисты за несколько дней буквально с нуля создают реально работающие программные продукты. Ну, а еще десятки трудоустроенных специалистов. Кстати, одна из причин создания Ассоциации как раз желание решить проблему кадров в IT-сфере. Ведь сейчас, по словам предпринимателей, вузы края выпускают не более 500 программистов в год, а это крайне мало. Прямо сейчас экономике нужно полторы тысячи человек. Прямо сейчас. Это те, кто будут устроены гарантированно в течение шести месяцев, шести-восьми месяцев. В то же время, уверяет Денис Газукин, уже сейчас IT-отрасль приносит экономике Алтайского края почти 10 миллиардов рублей в год. Это 10% годового бюджета. Увеличить поток, уверен он, можно лишь при активной помощи краевых властей. Он надеется, что власти помогут и со строительством IT-парка, в котором разместится большой учебный центр. Его строительство, возможно, начнется уже в следующем году. Один из районов Барнаула рискует превратиться во второй городской полигон с бытовыми и не только отходами. Контейнер на Барнаульской улице Восточной буквально утонул в мусоре. Вот так вы сейчас увидите он выглядит. Горы отходов вокруг. Типичная картина последних дней, утверждают горожане. Коммунальщиков здесь не видели больше недели. В итоге куча выросла до приличных размеров. Контейнер в ней просто утонул. Мусором оказалась усеянная территория в радиусе нескольких метров. Некоторые барнаульцы в шутку сравнили этот контейнер с тонущим «Титаником», другие с танком, который пробивается сквозь ТБО. Ну а наш эксперт-юрист Дмитрий Лебедь увидел массу нарушений. В данной ситуации, то есть, либо управляющая компания, либо администрация района должны обратиться к данной компании с требованием установить контейнер правильно. Ну и также, видимо, убрать весь мусор, который непонятно как лежит вокруг данного контейнера. Подробности не только этой истории смотрите сразу же после выпуска новостей в рубрике «Коммунальный патруль». До Нового года три недели. Многие уже задумываются о том, что подарить своим родным и друзьям. Наверняка заметили, что на магазинных полках появилось множество статуэток, брелоков, копилочек. Символ года «Свинка» уже пользуется популярностью. Есть желающие удивить близкого не только игрушечным, но и живым подарком. Стоит ли подкладывать под елку живую свинью и почему барнаульские любители животных против такого сувенира, расскажет Елена Кузовкина. Где мои зайчики? Где мои хорошие? Привет, мои лапочки! Мамочка пришла! Хорошими зайчиками она называет поросят. Яна Плотникова в сентябре этого года купила себе фунтика в качестве талисмана на удачу. Вслед за фунтиком появился финтик, фанечка и фенечка. Последняя самая младшая в семье поросят. Яна призналась, животные требуют постоянного внимания. Они как дети, кушают по пять раз в день, например, сегодня на завтрак молочная каша, и радуются хозяйке, как беззаботные малыши. Любое живое существо не игрушка, это нужно понимать. К сожалению, но был год, когда в Барнаульский зоопарк чуть ли не мешками несли кроликов. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у обычных прохожих, обрадуются ли они живой свинье под елкой. Ну, удивимся в первую очередь точно, но в дальнейшем, ну, что делать? Увезем, наверное, в деревню кому-нибудь подарим. Я бы вряд ли смогла дома содержать. Замечательно. То есть вы обрадуетесь свинке под елкой? Да, я очень обрадуюсь. Да за ней же ухаживать надо. Ничего страшного, справимся. Ну, пойду на мясо сдам. Но если вам очень хочется подложить под елку свинью, как вариант можно подарить морскую. Ну, вот чем не символ года? Ну, и опять же, это не копилочка, не статуэтка. На полку не поставишь. И ее нужно любить и заботиться. Да, маленький? В зоомагазинах Барнаула морских свинок достаточно, а вот так называемых мини-пигов нет. Однако купить маленького поросенка при желании можно. На сайте объявлений, например, средняя цена 10 тысяч рублей. Не совсем правильно держать такое существо в магазине, потому что спроса на них сильно никакого нет. И вы представляете, если эта хрюшка вырастет в магазине, и куда ее потом девать? Если поросята, оказавшиеся под новогодней елкой после праздника, окажутся никому не нужными, Яна Плотникова готова будет приютить сироток. Но девушка надеется, что игрушечные хрюшки составят серьезную конкуренцию живым. Много фермеров, которые их продают, но ухаживать с любовью может не каждый. Поэтому я очень слишком им отдана и предана. И они просто великолепны. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Торговый центр «Знак» представил обновленный отдел керамической плитки, над которым работала команда профессиональных дизайнеров. Теперь проще представить, как плитка будет выглядеть у вас дома. Ванная комната, кухня, коридор. Сегодня плитка не ограничивается только этим. Материал, которым привыкли выкладывать пол, перебрался на стены и может стать украшением вашего интерьера. Стильные и уютные спальни, гостиные, столовые. В торговом центре «Знак» около тысячи квадратных метров плитки. И это самый большой выбор в городе. Сюда приходят у нас покупатели за готовыми решениями. Часто здесь сделано все так, как можно сделать вживую. Видят, как расстановлена не только сама плитка, но и мебель. Например, предметы интерьера у нас стоят здесь же, хорошо представлены. Часто приводят дизайнеры своих потенциальных покупателей также показать, как это будет выглядеть в объеме. Керамика, представленная в готовых решениях, может быть любой формы. Бетоном, камнем, деревом, текстилем, кирпичом. Дизайнер от компании «Знак» поможет создать неповторимый образ вашей комнаты. В новом отделе представлены яркие коллекции от известных брендов – «Витро», «Эстима» и многих других. Данная коллекция не только эстетична, но и максимально практична. Керамики не страшны болезнетворные бактерии, огонь, яркий свет или вода. Если вы хотите увидеть самый большой выбор качественного, красивого и доступного керамогранита, то добро пожаловать в торговый центр «Знак». И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Не высыпаетесь? Формула сна, усиленная фитомелатонином для быстрого засыпания. Формула сна усиленная помогает выспаться за короткое время. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Морозы отступили. Уже завтра на большей территории края снежно и довольно тепло. 12 морозов в Бийске, 10 в Белокурихе. В Рубцовске всего минус 6. В Барнауле днем снег, ветер южный слабый. Ночью до 17 мороза, днем всего до 2 ниже 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.